Законопроект о совместном проживании может стать яблоком раздора в правительственной коалиции. Законопроект о принятии прикладных актов к закону о совместном проживании практически не пользуется поддержкой оппозиции. Но поддержки законопроект не находят и у одного из партнеров по правящей коалиции партии ИРЛ. Депутат Риги Когов от партии ИРЛ Виктория Ладынская сегодня в нашей утренней студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вика, у меня такой вопрос. Когда вы голосовали фактически против закона о сожительстве, вы руководствовались своими соображениями, искренним желанием или партийной дисциплиной? Что было главным? Мы руководствовались своим собственным желанием и своими мировоззренческими позициями. Потому что на самом деле вопрос здесь, когда мы говорим о законе о совместном проживании, прежде всего говорит о том, каких позиций ты придерживаешься в отношении однополых браков и в отношении возможного усыновления, последующего усыновления однополыми парами детей. Поэтому это крайняя мировоззренческая сторона. И ты не можешь здесь говорить, что что-то хорошо, что-то плохо. Это действительно что-то, что кроется в твоей философии. И естественно, что здесь каждая партия принимала свое решение, исходя из своего понимания, миропонимания. Но при этом правление нашей партии в понедельник собралось, и мы решили, что в общем и целом ИРЛ придерживается той позиции, которая придерживалась год назад. То есть мы не поддерживаем ни сам закон, ни прикладные акты. Но каждый из наших депутатов мог голосовать ровно так, как он считает нужным, как по зову и по велению своего сердца. Ну, значит, совет Прита Сибуля, который посоветовал Майран Аунаст, которая голосовала положительно по этим прикладным актам, взвесить возможность выйти из партии, был сделан, ну, что называется, на эмоции. Совершенно верно. То есть это настолько важный закон с точки зрения мировоззрения, что понятное дело, что здесь эмоция, скажем так, на очень высоком уровне находится. И Прит, когда увидел, что вся ситуация решилась 42-41 не в пользу, скажем так, нашего мировоззрения, то эмоции были ровно на том уровне, чтобы что-то, может быть, написать и сообщить. Но он на следующий день, вспомнив о том, что, в общем, свободное голосование, принес свои извинения и сказал, что Майра действительно вольна поступать так, как велит ей сердце. Ну, вы говорили о том, об однополых браках и впоследствии возможности усыновления ими детей. Тем не менее, в этом законе о совместном проживании не говорится ничего о гомосексуальных браках и сожительстве людей одного пола. Почему вы интерпретируете именно так? Ну, вот, собственно говоря, в этом и есть тот самый главный момент этого законопроекта, о котором я и говорила в парламенте, выступая, поддерживая наше мировоззрение. Что каждая сторона пробует... Одна сторона пробует спрятать между строк именно возможность регистрации однополых браков и возможное усыновление, а вторая сторона тщательно пробует вычитать это самое положение между строк. И поэтому, с одной стороны, поддерживая или не поддерживая этот законопроект, это прежде всего ты высказываешься в пользу своего миропонимания. Второй момент. Это то, что мне сегодня представляется, что, в общем, отчасти даже может быть более модно, что ли, признать, что ты поддерживаешь этот законопроект, и сложнее говорить, что ты его не поддерживаешь. То есть позиция, когда ты не поддерживаешь, она требует некоторой защиты, потому что сразу же тебя начинают обвинять, что ты гомофоб, может быть, ретроград, не понимаешь современных направлений, или, как сказал Евгений Олегович Синовский, не придерживаешься европейских ценностей, и поэтому можешь быть наказан. И вот здесь как раз второй пункт, который меня больше всего смущает, то, что делали социал-демократы в преддверии обсуждения этого законопроекта, этих прикладных актов, это пробовали выторговать, или на самом деле шантажировали нас, чтобы мы дали больше положительных оценок этому законопроекту. И это, конечно, с точки зрения уже не мировоззренческой, а политической культуры недопустимый шаг с нашей позиции. Я тогда спрошу, что для окончательного принятия законопроекта необходим 51 голос в парламенте, и без партии ИРЛ сейчас коалиционным партнерам этот закон просто-напросто не принять, просто потому что у них нет этого большинства. Вы являетесь коалиционной партией, и уже сейчас этот законопроект стал яблоком раздора в коалиции, но Юхан Парц, видимо, не поедет в Европу уже из-за мнения социал-демократов по этому вопросу. Возможно ли, что ИРЛ изменит свою позицию по этому законопроекту? Это закон, касающийся мировоззрения. Торговать своим мировоззрением, я считаю, неприемлемо. Вместо в коалиции стоит мировоззрение? Нет, мы находимся в коалиции не потому, что мы готовы торговать своим мировоззрением. Ни в коем случае. Мы находимся там, потому что мы можем эту коалицию сделать удобнее и логичнее, и более сильной для того, чтобы достичь определенных целей в нашем государстве. А не потому, что мы готовы как-то идти на какие-то определенные компромиссы именно в таких вот законах. Поэтому в данном случае я еще не поднимала бы так уж однозначно тему конкретных кандидатов. Потому что сегодня, конечно, обсуждается конкретная фамилия, но на самом деле министр финансов еще не обозначил кандидата на этот пост. А именно в его руках первое, скажем так, объявление и нашей стороны, и вообще правительственного решения, возможного правительственного решения по вопросу, кто будет достоин этой должности. И еще один момент, который я хотела бы отметить, вот именно касающийся этих прикладных актов, это то, как был проведен этот закон. Потому что здесь невозможно рассматривать этот закон вне юридических норм. Этот закон не был принят корректно. Была допущена масса юридических нарушений, благодаря чему год спустя мы снова занимаемся тем же самым законом. И та ситуация, при которой с 1 января этот закон по сути своей вступит в силу, но не может вступить в силу в полном объеме, это та ситуация, при которой возникнут, скорее всего, целый ряд судебных разбирательств. И наш налогоплательщик, я, вы, те, кто находится по той стороне экрана, будут платить за разрешение этих дел в суде. Поэтому я против изначально того, чтобы в парламенте принимались невзвешенные решения и юридически слабые решения. Я все-таки уточню. Две партии все-таки хотят проталкивать этот закон, скажем так, социал-демократы, реформисты. Вы против? Если конфликт или противостояние обострится между вами и другими коалиционными партнерами, и вам будет угрожать выход из коалиции, то есть как вы к этому относитесь? Во-первых, здесь еще стоит учитывать, что я не сказала бы, что так однозначно все с оппозицией. Из числа Центрической партии достаточно много людей, которые высказываются против этого законопроекта. И надо сказать, что многих из числа Центристов не было на предыдущем голосовании, поэтому все решилось... 11 человек не присутствовали в зале. Да. То есть поэтому мы рассчитываем, что будут еще и оттуда некоторые голоса против этих прикладных актов. Потом партия ЭКРА не поддерживает. Свободная партия тоже высказалась в большинстве своем против прикладных актов. То есть я бы сказала, что здесь не все так уж точно, что вот коалиция именно в связи с этим может развалиться или не может развалиться. Скорее, здесь действительно стоит думать не о самом этом, не столько о самом этом законе, сколько о политической культуре. То есть мы не приемлем такой ход со стороны социал-демократической партии, когда вы пробуете кого-то шантажировать, чтобы провести нужное для вас решение. Продолжая тему, Маргус Цахна на минувшей пресс-конференции правительство сказал следующее. Я его процитирую. В течение последних дней по слитике от социал-демократической партии угрожали депутатам Риги, Когу, ТРЛ и так далее. Вы, наверное, с этой цитатой хорошо знакомы. Вам угрожали и кто это был? Было давление на отдельных членов фракции партии Союза Отечества и Республики. Эти люди уже выступили в прессе и действительно подтвердили. Было смс-сообщение конкретно от руководителя партии социал-демократов, руководителю партии Союза Отечества и Республики с соответствующим содержанием. Со мной конкретно не связывались, потому что я, в общем, представляла позицию партии, в том числе и в парламенте, держала речь. Поэтому я думаю, что со мной было в данном случае достаточно бесполезно говорить о каких-либо шантажных моментах. Спасибо большое, Виктория. Я напоминаю, что в нашей утренней студии была депутат парламента от партии РЛ Виктория Ладынская. Мы говорили о прикладных моментах к закону о сожительстве. А сейчас телеэфир продолжит наши передачи, которые подготовили коллеги для канала ЭТВ+.